Здравствуйте, дорогие телезрители и не менее дорогие радиослушатели. Сегодня в канун Международного дня защиты детей к нам в гости зашел уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте. Судя по последним новостям, которые на нас валились перед праздниками, в последние дни, отдыхать вам не приходится. Очередные скандалы в детских домах, скандалы с усыновлением детей. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас на контроль подобных дел? Знаете, отдыхать вообще удается достаточно редко. И это не только в последние дни обваливается информация о том, что где-то страдают дети, где-то чрезвычайные происшествия происходят. Это вообще каждый день происходит. Просто какой-то период времени мы старались не замечать и не замечали того, что происходит в детской сфере. Я просто очень хорошо знаю, как на это стали обращать внимание. И был период, когда вообще боялись рассказывать о детских несчастьях. Потом поняли, что если не рассказывать, то мы просто не выруемся из этой ситуации, когда, в общем-то, чаще приходится говорить о детском неблагополучии. Но надо правильно относиться с пониманием к этому времени, потому что это такой переходный момент, когда мы должны, обязаны рассказать о тех опасностях, которые сегодня наши дети в современном мире могут встретить. И уже о тех ситуациях, когда они попали в зону такой опасности. Поэтому каждый день, открывая новости, я тоже утро начинаю с того, что у меня либо на телефоне следственный комитет, мы регулярно созваниваемся с Александром Ивановичем Бастрекиным, с МВД, с Генеральной прокуратурой, с моими уполномоченными региональными, потому что, слава богу, нам удалось выстроить систему, когда в каждом регионе есть уполномоченные, то есть мой представитель. У них у многих есть свои собственные аппараты, причем у некоторых даже не меньше, чем у меня самого, федерального уполномоченного. И мы наладили вот эту систему взаимодействия, оповещения, принятия быстрых экстренных мер. Поэтому, говоря о том, сколько дел у нас на контроле, надо учитывать, что любое дело, которое мы берем на контроль, мы, в принципе, доводим до логического разрешения. То есть, если это ЧП, расследуем, причем независимое расследование проводит мой представитель, иногда мы сами выезжаем, я сам выезжаю, мои советники выезжают на место, когда требуется. И данные этого независимого расследования мы сравниваем с тем, что проходило по официальной линии правоохранительных органов, прокуратуры или местных профильных ведомств. И любое дело, я еще раз хочу подчеркнуть, мы доводим до логического решения, до законного решения. Если уголовное дело, значит, приговор суда, который устоял и вступил в законную силу. Если это какой-то несчастный случай без уголовного дела, значит, досконально выясняем причины и привлекаем к ответственности тех, кто явился виновником такого несчастного случая и принимаем меры профилактического характера, чтобы этого не допустить. Вот, пожалуйста, опять сейчас новость пришла, буквально на днях, что в очередной раз погиб ребенок в Свердловской области при падении ворот. У нас каждый год, вот за 2012 год, 14 детей погибло, вот падение ворот, карусели, качели, различных сооружений тяжелых. И еще примерно, так сказать, десяток детей пострадали просто. Каждый раз, каждый год говорим, перед началом летнего сезона проверьте муниципалитеты, проверьте детские учреждения, все эти сооружения. Можно читать вашим обращением сейчас? Конечно, проверьте. И та же самая история перед зимой и после зимнего периода, потому что снег сошел, грунты слабые, начинаются эти падения. Проводили несколько очень серьезных мероприятий с точки зрения выработки стандартов, потому что выясняется, что у нас вообще стандарта нет в этих малых форм архитектурных сооружений в виде качелей, каруселей и так далее, ворот футбольных. Этим занимается сейчас, соответственно, в правительстве наши предложения учтены. Но все равно дети страдают и страдают, даже гибнут. Поэтому, если говорить в общем и целом, вот смотрите, у нас в прошлом году только обращение в адрес уполномоченного было в письменном виде 14 тысяч рассмотрено, а в электронном виде еще 11 тысяч. Мы только с начала года порядка тысячи консультаций дали по телефону, мы даем такие консультации. На личном приеме около полутора сотен граждан принято. И что значит принято? Это вот такой пакет, как правило, документов. Это, как правило, уже решения состоявшиеся, в том числе и судебные, которые не отменялись. И то есть нам приходится как вот таким адвокатом работать. Ну, в принципе, для меня это привычная деятельность, только гораздо больше стало обращающихся лиц и доверителей. Но, тем не менее, у нас около больше двухсот с половиной сотен. Больше двухсот пятидесяти дел рассмотрено в судах, где мы участвовали, принимали участие. Нет, это уже за все три года. Потому что это очень большая цифра. Надо понимать, что, когда я говорю, какой у меня аппарат, сколько у меня человек работает, сколько у меня советников, все удивляются, насколько это возможно. Ну, по штату у меня 20 человек. 20 человек. Ну, у меня, например, есть уполномоченные в регионах, я говорил, вот, в Калужской области, спасибо губернатору, 15 человек аппарат. На Калужскую область или 20 на всю Российскую Федерацию? Понимаете разницу? Конечно. Вот, поэтому нам же надо вести не только претензионную работу, не только по жалобам в суды ходить, не только держать на контроле те дела, которые мы принимаем. Нам еще надо инспекционные проверки проводить. Нам надо заниматься законотворческой деятельностью, аналитической деятельностью. Мы проводим большие, серьезные мероприятия всероссийского масштаба. Вот только за этот год мы провели в Якутии всероссийскую конференцию по поддержке семьи. Съезд, первый в истории вообще человечества семинар для органов опеки, за что они были нам крайне благодарны. 22 апреля в Уфе проводили. Первый. Причем эта функция вообще-то не уполномоченного. Это должен заниматься только министерство образования, министерство труда и социальной защиты. Сижу и слушаю вас, да? Вот вы занимаетесь этой деятельностью уже четвертый год пошел. Вы уполномоченный по правам ребенка. Вот не надоело вам? Не хотите вернуться к прежней деятельности? Спокойно бы защищали себе звезд, бизнесменов? Ну, понимаете, это вопрос, что называется, запрещенный, потому что, значит, надоело. Ну, устали морально, физически. Ну, и усталость, конечно, тоже бывает и сказывается. Иногда смотришь, думаешь, господи, вот только сейчас этим занимался. Я даже смотрю по учреждениям, в которые мы повторные проверки приезжаем, совершаем. Смотрите, ну вот указали. Здесь, здесь, здесь надо поправить. Причем, вы знаете, в отличие от первого года, когда мы очень жестко требовали, и очень много было уволенных, там больше двухсот человек только уволили из этой сферы. Ну, потому что за многие годы никто не обращал внимания ни на директоров детских домов, которые там у каждого в свой свечной заводе, как вот сейчас в Амурской области выясняется. Значит, свои магазины, свои поставки, свои закупки в три дороги и так далее. Разбираемся с этим. Никто не обращал внимания. Мы стали на это внимание обращать. В первый год, я говорил, я провел 234 дня в командировке в первый год, вот, меня дома не видели. И мы проверили 29 регионов в первый год. Это очень большая, так сказать, цифра. И учреждений больше трехсот с лишним мы проверили, детских учреждений. Что такое проверили? Это все, начиная от норм питания, заканчивая личными делами, жилищными правами, элементными обязательствами, семейным устройством и так далее. То есть полностью комплексная проверка. Этого не делал никто никогда. Потому что Роспотребнадзор проверяет по-своему, прокуратура по-своему, Министерство образования по-своему. А мы ведем комплексную проверку. Все, что касается ребенка. Конечно, по результатам увольняли людей. Но сейчас стали уже немножко, знаете как, ну, чуть-чуть более сдержанно подходить. Мы даем шанс исправиться. Если преступление не совершено, какого-то там правонарушения такого пьющего нет, даем возможность исправиться. Это вот известная история, кстати, с Свердловской областью, Малоистосским детским домом. Я не настаивал на увольнении директора, когда нашел, что дети сидят в интернете, там, интересуются порнографией, с сайтами знакомств и так далее. Плюс еще несколько там нарушений. Это была как бы инициатива губернатора сразу всех поувольнять. Сказал, нет, давайте дадим исправиться. Ну, пусть попробуют исправиться. Тут же буквально через месяц опять случай, когда дети, опять же, конфликт с горожанами, пришли жаловаться, что дети бросались палкой, матерились, там, что-то еще неприличные жесты делали. Опять разбираемся. Опять же, я не настаиваю на увольнении. Нет. Тут же детский дом. Тут же детский дом. Таких случаях я много могу привести. Потому что, когда находишь серьезный недочет, а вообще-то отсутствие, например, интернет-фильтра, когда дети в детском доме могут спокойно зайти на любой запрещенный сайт, на сайт для взрослых, который вообще-то им нельзя посещать. Это прямое нарушение постановления правительства. Потому что еще в 2011 году было постановление правительства, и каждое детское учреждение обязано установить этот фильтр родительский контроль. Если его нет, ну это административное нарушение, директор виноват. За это либо строгий выговор, либо увольнение. Не исполнение постановления правительства. Ничего себе. Особенно, когда начинают врать, когда говорят, установлено, а почему сейчас здесь нет, не знаю. Ну, что это такое, вранье. Но не в этом дело. Дело в другом, что мы сейчас пытаемся все-таки научить. Поэтому мы стали делать и проводить обучающие семинары, конференции. Люди стали благодарить нас. Вот последняя конференция и семинар для органов опеки. В прошлом году мы провели, опять же, первую в истории человечества, собрали все комиссии по делам несовершеннолетних со всей России. Они нас благодарили, мы их учили в Татарстане, прошла в Казани такая конференция и семинар обучающий. Потому что системно никто их не учил, никто ими не занимался. Они все очень разные. И вопрос-то в том, что у нас каждый регион, в зависимости от главы исполнительной власти, то есть от губернатора, по-своему устраивает вот эту систему защиты детей. Настолько по-своему, что у нас даже разные структуры существуют. У нас есть порядка 10 регионов, где существуют, например, министерства, департаменты или комитеты по делам семьи. Вот то, о чем мы говорим, что на федеральном уровне нет такого, а есть регионы, где-то есть. Например, в Бурятии агентство по делам семьи. У нас где-то детские дома подчиняются министерству образования и, соответственно, департаментам, а где-то министерству соцзащиты. Вот, например, сейчас в Москве Сергей Семенович Самянин принял решение после нашей комплексной проверки, что все детские учреждения, дома ребенка, детские дома, интернаты будут отданы в соцзащиту. И, наверное, это правильное решение, потому что учреждения соцзащиты в Москве значительно отличаются в лучшую сторону, чем даже подразделения министерства здравоохранения, такие как дома ребенка. То есть вот эти вопросы, они все у нас на контроле так или иначе, они с нашей помощью и при нашем участии решаются. И усталость возникает только тогда, когда по нескольку раз начинаешь объяснять одно и то же, что, в принципе, ясно и одним и тем же людям. Вот когда наступает такой момент, вот думаешь, ну, если вы устали от работы, чего же вы меня-то мучаете? Ну, уйдите, вы опытный человек, пригодитесь тебе в другой сфере. Не мучайте себя и не мучайте детей, которых вам отдали. Ну, неплохо бы сократить количество детских домов и раздать, ну, чтобы более стимулировать приемных родителей. Мне не нравится слово «раздать», конечно. Раздать, устроить. Устроить, устроить, конечно. Обеспечить ребенку право на семью. Но в то же время у нас все больше в стране разговоров о ювенальной юстиции. И многие до конца этого не понимают. Давайте сейчас разделим и поговорим на ту и другую тему. Значит, смотрите, что касается сокращения детских интернатных учреждений, ну, давайте их условно называть все детскими домами, хотя вы понимаете, да? Есть дома ребенка, есть школа-интернат, есть там дошкольные детские дома, детские дома-школы, разная форма. В общей сложности у нас таких учреждений больше трех тысяч. В какое-то время под четыре тысячи было. Значит, вот если сравнить 2011-2012 год, в 2011 году только детских домов было 1476, а уже в 2012 году, к концу года, было 1344. То есть сокращение идет. Хотим мы этого, не хотим, объявляем мы, что мы в своей программе «Россия без сирот» призываем к этому. Регионы не ждут принятия решений на федеральном уровне, не ждут. Те, которые активно работают, справляются с этой задачей сами, самостоятельно. В Тюмени пять лет назад было 23 детских дома, сегодня три. Сегодня в Тюмени очередь из желающих взять ребенка более 900 человек, а в детских домах находится 653 человека детей. Понимаете разницу? То есть, в принципе, всех детей можно устроить. Но проблема состоит в том, что в любом случае у нас каждый год какое-то число детей-сирот выявляется. И, например, невозможно себе совсем представить ситуацию, когда вообще нет сирот. Это, конечно, неправильно. Мы такой лозунг поднимаем на флаг, что называется, да, «Россия без сирот». Но это цель, к которой мы должны стремиться. А ни одного государства сегодня нет, где бы не было вообще сирот. Потому что есть ситуации различные жизненные, есть дети, которые теряются, есть дети, которые не могут жить в семье, потому что родители совершают преступления. У нас, к сожалению, это происходит. Так вот, переходя отсюда к проблемам ювенальной юстиции, вообще с чего это началось? Давайте вспомним. Дело в том, что на переломе, как бы, историческом, в последние перестроечные годы, с развалом Советского Союза, мы потеряли очень важные духовно-нравственные ориентиры. Разрушили семейные ценности, так называемые. Но это действительно семейные ценности, которые состоят из того, что люди все-таки стремятся к созданию традиционной семьи. Люди понимают, что если два любящих человека объединились, значит, обязательно появится и третий, и четвертый. И это должна быть семья. И в ней должно быть как можно больше детей. И семья должна зижиться, даже вы улыбаетесь, на любви, взаимопонимании, уважении. То есть на простых истинах, человеческих, без которых жить невозможно, иначе мы превратимся в звериное общество. В начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х произошло разрушение. Как бы эти ценности были подмыты. В связи с тем, что мы отказались от определенной идеологии. Мы забыли, что семья в любом обществе, будь это социалистическое, или посткоммунистическое, или капиталистическое общество, семья является основой и ячейкой общества. Плюс государства, которые уже пережили этот этап и стали возвращаться каждый по-своему к пониманию семьи, к роли родителей, к правам ребенка, начали диктовать нам и предлагать определенные рецепты. Ну, вы знаете, например, во Франции институт ювенальной институты существует уже несколько десятков лет. Если говорить о Скандинавии, там вообще отдельный путь развития. Мы очень хорошо изучали эту ситуацию. Там были приняты в последние пять лет практически в каждой из стран Норвегии, в Швеции, в Дании, в Финляндии законы. Они называются законы о благополучии детей, которые, по сути, дали возможность по первому звонку, по первому заявлению изымать ребенка из родной семьи и отдавать дальше уже в приют, а потом в приемную семью. То есть там эта система выстроена. И государство говорит сегодня, что неважно, кто родил. Если плохо ребенку вот в этой родной семье, мы его заберем и воспитаем сами. В этой будет приемной семье плохо, а дадим в другую, третью, четвертую, пятую. Как в Америке. Знаете, что такое вот эти foster families, так называемые, это приемные семьи по-нашему. Но они не совпадают по сути своей с нашими приемными семьями, потому что ребенок за время жизни в такой приемной семье может поменять ее несколько десятков раз. До 30 приемных семей может ребенок за вот 18 лет прожить. Это хорошо? Нет, ничего хорошего в этом нет, потому что на третью, четвертую уже передачу в следующую приемную семью ребенок вообще не понимает, что такое семья, что такое родители, что такое создать семью. У него теряется чувство привязанности. Так вот, ювенальная юстиция как раз и дала такие плоды. Потому что ювенальная юстиция, в ее основе лежит один важный постулат. Права ребенка выше всех остальных прав. Нам это неприемлемо в силу традиционных, исторических, религиозных, культурных наших особенностей, нашего развития. Но самое главное, нас законы не позволяют этого делать. Ведь Конституция Российской Федерации говорит, что государство в одинаковой степени защищает материнство, отцовство и детство и поддерживает семью. Семейный кодекс в первых своих статьях говорит о том, что в одинаковой степени защищаются материнство, отцовство и детство. И в принципе все равны перед законом. Это тоже положение в Конституции содержится. Потому что как может быть ребенок более защищен, чем его родители? Да нет, мы все граждане Российской Федерации. Но понятно, что ребенок, поскольку не может сам осуществлять свои права до определенного возраста, за него это делают родители или законные представители, которые могут быть не только родители, но и родственники, опекуны, могут быть руководители учреждений, где он находится. Поэтому мы к этому не можем прийти по тому, что у нас закон не позволяет это сделать. Ну и плюс наши особенности исторические, культурные, традиционные, о которых я сказал. Ведь попытки внедрения насильственной юниальной юстиции, они самые активные были даже не сейчас. Это был 95-96 год, когда фактически существовала концепция. Закон был написан. И вот массированное давление испытывала наша молодая законодательная система, именно с Запада, именно от Совета Европы, по поводу того, чтобы все-таки принять свод законов, обеспечивающих преимущественное право ребенка перед родителями. Мы от этого ушли, мы устояли. Сейчас президент, выступая на родительском собрании съезда, сказал, не будут приняты эти законы, нет повода для волнения, не надо выходить на митинги, давайте направим свою энергию в другое конструктивное русло. Я свою позицию никогда не менял. С первого дня, когда мы учреждали институты уполномоченных во всех регионах, на всех съездах, на всех собраниях, где мы объединяемся, просто циркулярами, я всегда призывал к тому, чтобы, во-первых, не допустить такого некорректного заимствования, механического, этого европейского опыта, для них, может быть, он и хорош, для нас неприемлем. Второе. По каждому случаю изъятия ребенка, когда говорится о том, что семью лишили права воспитывать ребенка незаконно, необоснованно, проводить контрольные мероприятия. Мы только за эти годы, за три года, нам удалось вернуть, ну, не один десяток детей, брали под контроль эти дела, это и Нижний Новгород, и Набережные Челны, и Воронеж, и Москва, и Санкт-Петербург, известное дело Вера Камкина, и одну из первых четырех детей изъяли, я сам лично год бился с прокуратурой, с органами опеки, с судом санкт-петербургским, вернули детей, помогли жилищными условиями, устроили на работу. Сейчас нормально у них? Да, все замечательно. Вы следите, да, продолжаете? Конечно, мы стараемся следить, это вот как раз вопрос о контроле, потому что такие знаковые дела, мы до сих пор по ним постоянно стараемся мониторинг проводить и держать в поле зрения. Вот сейчас я в Нижнем Новгороде был буквально пару дней назад, я как раз посмотрел, как отпускаются лекарства девочки с редким орфанным заболеванием, дело, которым я занимался два года назад, потому что девочка была обречена. Она через две недели просто должна была умереть из-за того, что ее лишили финансирования для приобретения этих лекарств. Вот сейчас вот губернатор, спасибо Валерию Павловичу Шанцеву, каждый раз, когда меня видит, говорит, Павел Сеевич, Алине до конца года выделили деньги, лекарства получает. Потом семья многодетная, семью детьми выселили из четырехкомнатной квартиры, из ветхого дома и поселили в комнату 10-метровую, представляете себе? Тоже я посчитал необходимо вмешаться, сейчас у них был, посмотрел, новую квартиру им дали, все замечательно. Вот, и так вот ряд таких знаковых дел и людей, которые, в общем-то, ну как-то запали мне в душу, я понимаю, что я за них отвечаю. Ну это мальчишки вот эти все, Денис Хохряков, которого мы из Доминиканы вывозили, где его бросили взамен на партию наркотиков, да, оставили в залог, потом 6 лет он там скитался. Артем Савельев, которого вернули из Америки. Роберт Рантелл, который я недавно навещал в Санкт-Петербурге, они вынуждены были сбежать из Финляндии после того, как нам удалось его выдернуть из застенков этой ювенальной юстиции финской. Ну я шучу, но тем не менее, мальчик был отобран, родители были лишены родительских прав. А кто вообще пытался в России ввести ювенальную систему? А вы знаете, на самом деле, нет, на самом деле это вполне понятные люди, нет, вполне понятные люди, если вы посмотрите, поищите в интернете, вы найдете, есть авторы российских вот этих схем ювенальной юстиции. Нет, понимаете, дело в чем, опять же, тут не надо искать, так сказать, каких-то следов всемирного заговора против России, нет, просто тяжелый период времени, который характеризовался тем, что беспризорных детей становилось все больше и больше. Это вот как раз начало 90-х годов. Государство не справлялось с этой функцией. Искали панацею. Преступность детская против детей начала расти. Стали искать панацею, что может помочь, что может решить эту проблему так вот серьезно сразу. Вот тут, значит, предложили, вот давайте введем вот такую ювенальную юстицию, ювенальные суды, ювенальные технологии, примем решение, что такие будут летучие команды, изымать детей, сразу направлять такие распределители, приемники и так далее, и так далее. Так, так работали и работают в Европе многих государств. Ну, например, во Франции система настолько выстроена, что это вообще, она работает как часы. В нее втянуты инспекторы, специалисты, юристы, суди, специальная система судов существует. Поэтому вот по одному звонку изымают ребенка, дальше все, шансов практически нет. Потому что государство на себя полностью берет эту функцию. И надо сказать, что когда вы едете и смотрите, вам показывают, что ребенок, например, изъятый из семьи, на которую пожаловались, сейчас живет такой насыщенной жизнью. Да, он в другой семье или в детском учреждении временно находится, о нем заботятся, все у него есть. Раньше он там, например, два раза в день едва ел, а тут его шесть раз в день кормят. Ну, люди, которые смотрели только на внешнюю сторону, они перенимали и приносили этот рецепт сюда. Но невозможно скопировать. Наоборот, надо учиться на отрицательном опыте. Ведь Норвегия, которая по этому пути тоже идет. Вы знаете, что произошло в Норвегии? В Норвегии, когда эти дети выросли, в свое время изъятые из семей, они создали фонд жертв ювенальной юстиции. И отсудили у государства, боюсь сейчас ошибиться, более 60 миллионов евро отсудили за то, что у них было разрушено детство. Вот этот опыт надо изучать и смотреть, потому что дети этого не простят. Они вырастут, конечно. Вот тоже дело Маши Захаровой. Вот Наталья Захарова, она стала моим общественным помощником. 15 лет она воюет с французской ювенальной юстицией. 15 лет. И сейчас пришло к тому, что вот девочке во второй половине июня исполняется 18 лет. Решается вопрос, куда она выйдет из этого интерната, где она сейчас содержится. Нет шансов, что она, возможно, в Россию вернется. Ее сейчас вообще прячут от нас. Сейчас пытаемся добиться, чтобы хотя бы нам дали возможность контакта с Машей. Она ведь гражданка России, одновременно как гражданка Франции. Поэтому здесь очень много вопросов возникает. И все эти ответы на эти вопросы не в пользу того, чтобы Россия перенимала такой опыт. Поэтому президент искал свое принципиальное слово. Нам это неприемлемо. Как неприемлемо, например, установление такой формы общественного контроля, как комиссии наблюдательные. Вы понимаете, дело в чем? Наблюдательные комиссии хороши в пенсиарных учреждениях. В тюрьмах, средственных, изоляторах, колониях. Но когда вы такую же наблюдательную комиссию по тем же основам и канонам создаете в детском учреждении, то возникает сразу опасение того, что они будут действовать чрезмерно жестко. Поэтому мы предложили другую форму, которая себя оправдывает. Попечительские советы, которые помогают. Не наблюдают, не контролируют, а попечительством занимаются. Помогают, поддерживают. Хорошо известно ваше выражение, что нельзя ребенка ставить в угол. Нельзя наказывать. С этой точки зрения подойти. Если у нас ребенок пожалуется на то, что его родители поставили в угол. Давайте расшифруем, потому что так, конечно, усеченно невозможно представлять мою позицию. Она, конечно, более широкая и более глубокая. Дело в том, что, во-первых, наказывать ребенка, и вообще, как наказывать и как воспитывать ребенка, решает каждый родитель самостоятельно. С государством не советуется в этих вопросах. Потому что в каждой семье своя школа воспитания, система воспитания, она не должна выходить за рамки существующего закона. Правда? У нас нигде ни в одном законе не написано, что наказывать ребенка нельзя. Нет. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что наказывать ребенка над таким образом, чтобы это было не обидное, не жестокое, не настолько суровое наказание, что это калечит ребенка нравственно, физически, морально. Не унижает его достоинства. Потому что у ребенка, даже родившегося, уже есть достоинства. Поэтому каждый родитель должен все-таки ту систему воспитания перенимать, понимая, что ребенка нельзя калечить, ни физически, ни нравственно. Что касается ставить в угол. Ну, и я ставил в угол, наверное, в детстве. И это может быть по-разному выглядит. Можно сказать, на сутки ребенка поставите на горох коленями. А можно просто сказать, иди вот, пожалуйста, туда вот подумай. У меня, например, не в угол ребенок ходит младший. Он говорит, иди, пожалуйста, в свою комнату. Вот ты сейчас кривляешься, балуешься. Иди, подумай. И потом придешь. Он уходит. Через 5-10 минут он возвращается и говорит, простите меня, пожалуйста. Он понимает. То есть ребенку надо давать возможность оценить свой поступок, сообразной реакции взрослых, которые либо его хвалят, либо наоборот расстраиваются. Мы вот, например, предпочитаем такую систему, что нельзя расстраивать маму, нельзя огорчать родителей. Если ты себя плохо ведешь, ты нас очень сильно огорчаешь. Ребенок очень чувствительный к таким вещам. Он чувствует, что огорчает родителя, что радует. Поэтому если вот так выстраивать отношения, никакой и угол не понадобится, и ремень тем более не понадобится. Я могу это вот судить на воспитании своих троих сыновей. Вернемся опять в детские дома. Вот мы много говорим о проблемах, радостях, которые есть у воспитанников детских домов. Но общество практически ничего не знает о том, как эти люди живут после выхода. Почему? Благодаря средствам информации сегодня все больше и больше говорят и об этом, в том числе о проблемах воспитанников детских домов, бывших воспитанников. Мы занимаемся их проблемами тоже, потому что часто они являются легкой добычей для разного рода мошенников. Особенно тогда, когда они получают квартиры. Ведь каждому воспитаннику детского дома положена квартира, жилье. И у нас сегодня, к сожалению, большая очередь существует. Порядка 90 с лишним тысяч таких детей, которые ждут в своей очереди. Да, это проблема не сегодняшнего дня. Это проблема накопленной. У нас есть дети, извините, дети, лица из числа детей-сирот, которым уже давно за 40. Еще при советской власти они должны были в последние годы получить квартиры и не получили. Поэтому мы сейчас их, по крайней мере, собрали все. Знаем, у нас есть программы региональные, где жилье выдается все-таки. Они получат. Что касается адаптации, серьезнейшая проблема. Почему мы говорим о том, чтобы надо сегодня все-таки делать ставку на семью, родную, приемную, а не на детский дом? Даже самый замечательный детский дом в лучшем случае воспитает кого? Иждивенца. Иждивенца. Потому что есть повариха, есть угощица. Конечно, есть повариха, есть ткачиха, есть та, кто постирает, есть те, кто отведут на учебу и так далее, поменяют кровать и так далее. Поэтому здесь надо говорить о подготовке детей к обычной жизни. Ведь они выходят совершенно неадаптированные к такой жизни и даже не знают, как заплатить за эту квартиру, которую уже получили от государства в качестве фактически подарка. Вот кто вырастет из девочек в Амурском интернате, которые истязали этих мальчишек младшего возраста? Кто из них вырастет? Кто вырастет из тех, кто поднял бунт в Ижевском интернате? Уже этот воспитанник отсидел полтора года, когда порезали вены в знак протеста против действий директора. И таких случаев очень много. В Забайкалье, в Владимирской области, в Амурском области. То есть много случаев, когда даже в самом интернате дети совершают преступление. А уже не говоря о том, что когда они вышли из интерната, выросли, никуда не устроились. Первый год им платят пособие по безработице, она очень высокая, как в Москве. 76 тысяч рублей в месяц получает вышедший из детдома сирота, который в течение года не устроился никуда. Служба занятости платит. Ну простите меня, где можно сегодня найти обычному человеку, вот так вот даже без образования, такую зарплату? Я тоже хочу такую. Вот так. Поэтому естественным образом они становятся, извините меня, паразитами социальными. А дальше что? Что дальше? И вот здесь вот выбор очень небольшой. Поэтому мы говорим о том, что должны быть центры постинтернатного сопровождения. Они создаются, они есть. Они есть. Другой вопрос, что они не везде созданы. Они должны быть в принципе там, в той местности, в том муниципалитете, где есть детский дом, обязательно должен быть центр постинтернатного сопровождения. Причем сопровождать не до 23 лет, а может быть и дальше сопровождать. Потому что такой человек нуждается в опеке. Мы уже его опекали в детском доме 18 лет. А потом выкинули. Конечно. А потом, ну не выкинули, выпустили. Выпустили. У нас есть очень хороший опыт, когда сами директора детских домов следят за своим воспитанником. Вот один из вопросов контрольных, которых я задаю в детских домах, а я лично побывал в 1057 детских домах в России, 1057, да, за три года. Я всегда задаю контрольный вопрос. Скажите, в прошлом году сколько было выпускников? Отвечают. Позапрошлом году. А в 10-м году. А в 9-м году. А в 8-м году. Сколько было выпускников? Директор, который знает, сколько было выпускников, получает следующий вопрос. А кто, где из них? Расскажите. Потому что в среднем в детдоме выпускников бывает там, ну, 5, максимум 10 человек в год. Больше не бывает. И понятно, что когда рассказывает директор о каждом из своих выпускников, я понимаю, что он за ними следит, он им помогает. Всегда есть возможность выпускнику вернуться в свой детский дом, как мы возвращаемся в свою семью. Вот так должно быть это правило. Так будет? Оно есть уже так. Уже есть. Мы же этот положительный опыт рассказываем другим регионам, где этого нет. Понимаете? А он есть. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Я напомню, что у нас сегодня в студии был уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...